Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Правильный ответ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Варианты ответов... A. Сумму элементов каждой строки матрицы X B. Количество элементов матрицы неравных F C. Сумму элементов матрицы равных F D. Сумму элементов матрицы X неравных F Правильный ответ... Вариант B. Количество элементов матрицы неравных F Задание третье... Чему будет равно значение переменной P после выполнения фрагмента программы, представленной на экране? Варианты ответов... A. 10 B. 20 C. 24 D. 50 Правильный ответ... C. 24 Следующее задание... Чему будет равно значение переменной P после выполнения фрагмента программы, представленной на экране? Варианты ответов вы видите... Правильный ответ... D. 0 Задание пятое... Как будут расположены элементы списка после выполнения данной программы, где нам задан список определенных чисел и выполняется функция sorted с параметром reverse, который принимает значение true? Правильный ответ... Вариант B. Список был отсортирован в обратном порядке, так как был использован параметр reverse. Методы и функции по работе со списками... Для управления элементами списки имеют целый ряд методов. И некоторые из них вы видите на экране. Так, первый метод appendItem добавляет элемент item в конец списка. Второй метод insertIndexItem добавляет элемент item в список по индексу index. Третий метод removeItem удаляет элемент item. Удаляется только первое вхождение элемента. Если элемент не найден, генерируется исключение ValueError. И четвертое. Clear. Удаление всех элементов из списка. Рассмотрим удаление и вставку элемента в одномерном массиве. Удаление должно привести к физическому уничтожению элемента из массива. При этом общее количество элементов должно быть уменьшено. А при вставке элемента в массив общее количество элементов должно быть увеличено. На экране представлены примеры удаления и вставки элемента в одномерном массиве. Так, во второй строке вы видите последовательность после вставки элемента массива, а в третьей строке последовательность после удаления элемента массива. Для удаления и вставки элементов в массивы в языке программирования Python есть функции, которые можно использовать. Для вставки элемента используются методы Insert и Append. Если необходимо вставить несколько элементов, используется метод Extend. Метод XInsert позволяет вставить элемент n по указанному индексу i в массив x. Методы Remove и Clear используются при удалении элемента списка, а метод Pod для удаления элемента по указанному индексу. Метод Insert вставляет объект в список по смещению индекса. Пример видите на экране. Здесь параметры Index – это индекс, в который необходимо вставить объект, а OBJ – это объект, который будет вставлен в данный список. На экране вы видите пример использования метода Insert. Так нам задан список строк с названиями предметов. Во второй строке вы видите, что мы использовали метод Insert и вставляем на первую позицию строку с названием «Биология». Так, в результате выполнения данной программы мы видим, что программа вернула список, где биология была вставлена на второе место, так как нумерация элементов начинается с нуля. Метод Extend добавляет содержимое s в список. Пример использования данного метода вы видите на экране, где параметры с s – это список элементов. Пример реализации метода Extend на языке программирования Python выглядит следующим образом. Так нам также был задан список строк с названиями предметов. Мы выполняем во втором списке генерирование чисел общим числом 5, то есть создается список от 0 до 4. И вставляется методом Extend полученные значения в список номер 1. Так, результат программы вы видите на экране. Метод Remove – удаляет объект из списка. Параметры этого метода вы видите на экране, то есть OBJ – это объект, который будет удален. Пример использования метода Remove вы видите на экране. Так, из списка физика, биология, химия и математика будут удалены биология и математика. Метод Pop – удаляет и возвращает последний объект из списка. OBJ – это необязательный параметр, то есть индекс объекта, который следует удалить из списка. Пример реализации метода Pop вы видите на экране. Так будет у нас в результате удален элемент, стоящий под номером 1, то есть элемент биологии. На экране вы видите пример вставки элементов в двумерный массив. Так был использован метод Insert, где в позицию 2, то есть во вторую строку, были вставлены следующие элементы. Результаты реализации данной программы видите на экране. В следующем примере мы также рассмотрим с вами вставку элементов в двумерный массив, где при реализации данной программы мы видим, что элементы 11 и 9 встали во вторую строку, а элемент 7 в позицию нулевой строки и третьей ячейки. Рассмотрим удаление элементов из двумерного массива на примере следующей программы. Так мы видим, что была удалена из списка третья строка. Пример следующий. В произвольно заданном массиве удалите все четные значения элементов. Так вы видите, что в данном примере мы использовали метод удаления, которое называется remove. Во втором примере в произвольно заданном массиве вставить ноль после нечетных значений элементов. Был использован метод insert. Обратите внимание на предпроследнюю строку. Рассмотрим работу методов remove и insert на двух примерах. В первом примере с помощью метода remove удалим все элементы списка с четными значениями. Для этого подключим библиотеку random. Создадим список A. Сгенерируем пять значений в диапазоне от 1 до 100 и добавим их в список. Выведем список на экран. Итак, посмотрите. В нашем списке три четных значения. При помощи цикла while пройдемся по всем элементам списка. Если элемент списка четный, удалим его. Иначе перейдем к следующему элементу. Выведем список на экран. Посмотрите. Итоговый список не содержит четных элементов. Перейдем к следующему примеру. При помощи метода insert в списке после каждого нечетного элемента вставим значение 0. Для этого подключим библиотеку random. Создадим пустой список A. Сгенерируем пять случайных чисел в диапазоне от 1 до 100. И добавим их в список. Выведем список на экран. С помощью цикла for пройдемся по всем элементам списка. Если элемент списка нечетный, в следующий элемент запишем 0. Выведем список на экран. Обратите внимание, что наша программа работает не совсем правильно. После значения 5, которое является нечетным, 0 не добавился. Почему? С добавлением новых значений количество элементов в списке увеличивается, а наш цикл for проходит по всем значениям первоначального списка. Исправим эту ошибку. Для этого заменим цикл for на цикл while. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Посмотрим, как работает данная программа. После последнего нечетного значения 0, также добавился. Задание первое. Сколько элементов будет в массиве после выполнения следующей программы? Варианты ответов видите на экране. Правильный ответ – вариант С. 5. Так как из диапазона целых чисел от 1 до 11 невключительно были удалены все четные числа. Остались числа 1, 3, 5, 7, 9. Всего 5 чисел. Задание второе. Чему равна сумма всех элементов массива после выполнения следующей программы? Программу видите на экране, где использован метод Extend. Варианты ответов видите на экране. Правильный ответ B. 9. Сумма чисел исходного списка и чисел из добавленного списка. Задание третье. Чему равно количество элементов массива после выполнения следующей программы, где был использован метод POP? Правильный ответ. Вариант D. 4. В цикле задано удаление из списка пяти элементов. Осталось 4. На этом мы завершили с вами наш урок. Сегодня на уроке мы научились удалять и вставлять элементы одномерных и двумерных массивов. Надеюсь, полученная информация была для вас полезной. До встречи на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok